Какое кафе твое любимое? Я люблю все брусники, но последнее время, пока мы готовили к открытию кафе на Мосфильмовской улице, я много работала над его интерьером. Я хотела сделать это кафе просторным и светлым, как и другие. Большая площадь, шестиметровые потолки и удачное сочетание материалов и цветов позволили этого достичь. Основатель, который сам занимается интерьером, это редкость. Расскажи подробнее об атмосфере, какую именно ты стремишься создать в новом кафе, разрабатывая дизайн. Уютную, дружелюбную, теплую. Я хочу, чтобы людям нравилось у нас не только питаться, но и проводить время, работать, читать книги, общаться с друзьями и семьей, приводить детей на праздники. В интерьере много деревянных элементов, от многослойного реечного потолка до буковых скамеек, потому что это самый уютный материал. Белый цвет столов тоже был выбран не случайно, он помогает наполнить пространство воздухом и дарит ощущение легкости. Позолоченные панно на стенах и сверкающие винные люстры добавляют интерьеру изюминку. А интересные детали то и дело обращают на себя внимание. Кстати, об интересных деталях. Декоративные изделия, это одно, но правда, что вы установили в кафе статую богини Афродиты. Да, эта идея пришла нам не случайно. Классическая скульптура, архитектура подчинена правилу золотого сечения, это самое приятное для наших глаз расположение предметов в пространстве. Когда мы смотрим на эти объекты, то отдыхаем. Ну и сама символика, Венера Милоская по легенде вышла из пены морской, носила золотой пояс и была невероятно могущественной женщиной, внушала любовь каждому, кто ее встретит. В этом сила женщины, не грубая и прямолинейная, а тонкая, мягкая, дарящая надежду. Поэтому в бруснике мы хотели бы вдохновлять всех наших гостей. Удивительно. Фактически кафе-музей. Но вернемся к главной функции кафе-питанию. Расскажите о своей концепции, с чего начинали работать. Когда мы только открывали первое кафе, то работали в формате фаст-кэжел, предлагали гостям вкусно и быстро поесть в приятном месте или взять еду с собой. Поэтому во всех брусниках широкий ассортимент блюд представлен на огромной витрине. Супы, сэндвичи, гарниры, салаты, мясные и овощные блюда, пирожные, торты, печенья. Еще мы печем свой хлеб и делаем полезные морсы. Мы хотели помочь тем, у кого мало времени на приготовление пищи. Стремились подарить людям время на приятные и важные занятия, сэкономив его на готовке. Звучит как миссия, и довольно ценная в наши дни. Сейчас вы остались верны первоначальному формату или все-таки приходится что-то менять, подстраиваться под динамику столицы. Тренды в ресторанном бизнесе меняются очень часто. Например, начался бум здоровой еды, сытных бургеров и хинкали люди перешли на диетические кнели и авокадо, начали интересоваться десертами с низким содержанием сахара и бжу блюд. Еще мы поняли, что далеко не все хотят ездить за вкусным обедом в центр города. У москвичей по-прежнему мало времени на все, поэтому здорово, когда вкусный ужин в уютной атмосфере можно найти в шаговой доступности от дома. Для многих также актуально совмещать несколько дел одновременно. Например, прийти в кафе, где есть детская анимация, и позволить ребенку развлекаться под присмотром взрослых. А в это время пообедать с подругой или просто почитать книгу за чашкой чая. Растет количество людей, которым важно, где именно они едят, что висит на стенах, какими приборами они едят, какие эмоции дарит интерьер. Поэтому постепенно мы пришли к формату, который назвали городской шик. Что помогает быть в курсе изменений, не отставать, а даже предвосхищать тренды. Я и Павел активно следим за тем, как развивается ресторанный рынок не только в России, но и в других странах, постоянно ездим на разные выставки, читаем журналы, книги, общаемся с коллегами и конкурентами, сами любим готовить и ходить в рестораны, устраиваем себе гастрономические уикенды и туры. Все это помогает быть в центре событий и откликаться на последние изменения. Какие черты характера или что именно тебе помогает заниматься бизнесом и не уставать. Устают все, даже самые успешные предприниматели. В этом суть бизнеса, тебе всегда нужно быть включенной в процесс, думать, просчитывать варианты, планировать, обсуждать и дискутировать. Но это не только забирает энергию, но и дает ее. Поверьте, ничто не радует так, как только что построенное работающее кафе, где каждая деталь придумана тобой. Обязательно приходите в бруснику на Мосфильмовской, чтобы отдохнуть от суеты в приятной атмосфере.